тури 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 ту ну а мы продолжаем нашу рубрику надпись на писте и сегодня надпись на писте для валеры рэмбо для сани бабушкина это все будет от сани машанского смотрим надпись по традиции красивый от сани машанских для сани и валеры смотрим что заказал креативный машанских привет па-да-да-дам до машанских ну ты и креативщик сердеес и его любимая ирочка прям прям и чвам и кружок булат который блять булат который мифтов пуф дивдинов из казани тебе тоже прям прям и кто там еще до сегодня 5000 присылал появились ну так и чё катенька соизволила проснуться и мы идем сегодня позавтракать в кафе так как воскресенье а я настоящий мужчина и по воскресеньям свою девушку вожу в кафе а потом мы починим это колесо вместе с вами о привет гандон катьку собаки любят у вас то чё нового давайте по трамычу вебем на такое ощущение что кого-то забыл поблагодарить ну короче спасибо тебе аноним ты вообще красава он дель дон ты всегда по благодар очкам гад молодец миха вообще угадок красавчик ну все идем есть многие меня спрашивают олег а какие цены на фукуоте посмотрите есть такой отель называется джи ахуй шкаф занавески кровать еще занавески хау матч один день стоит 30 долларов это 1800 но если вы хотите сэкономить вы можете снять на месяц за 20000 рублей вот такое здание джи ахуй море вот там блять вот за этими зданиями море то есть вообще зашибись катенька чуть-чуть злится из-за того что мы пришли в кафешку но я заказал себе как обычно там и шинку булочку с мяском с говядиной а катенька любит по утрам есть суп не любит по утрам есть суп катенька просто хочет съесть за три недели наконец-то ты не ешь на манго шейк раджатик за тебя очень вкусный манго шейк как арамба привет хаммер а ты держись там в германии энди писарев тоже не болей но с утра места есть то есть можно успеть и занять местечко да только поездить яичница есть зато пятияда хера даже манго а вот и мое основное блюдо из тенгуру эти кусок тенгуру это тоже тенгуриные они остро усиное белок голубиный булочка обалденный соус и салатик с офигенным вкусным соусом и вид вон там море в общем сидим созерцаем жалко конечно что супа нет но они не успели его же сложно варить фон надо долго варить а вы любите суп по утрам у меня вот дед всегда суп с утра ел ты как мой дед него я подождите дед это ты нигуя ты переродился короче в женщину за вас огурчик планы на день очень изменились их не стало опять пиздец через день у нас знаете хуй знает надо как-то к этому привыкнуть а я пока не могу но стараюсь побежала куда-то короче а я наверно подумал пойдемте с вами возьмем семечек редбула за 240 рублей за здоровье всех донатеров и пойдем на пляжик посидим сейчас походит понервничает вернется и нормально все будет ну а че скандалить смысл вообще никакого не вижу притираемся в общем вот купил бабушкины семечки и редбул хау мач все это 350 рублей мариночка привет если еще смотришь так и вот я вам что хотел рассказать то сегодня мы с вами поговорим про женщин а сейчас я вам знаете че покажу иммиграционный офис на фукуоке вот так он выглядит что-то там написано плохое так и вот что касаемо продления виз если у тебя виза заканчивается в апреле ты идешь вот в этот офис там разделаешь копии паспортов пару фотографий но все в принципе легко и тебе продлевают за 10 долларов визу на месяц а у нас виза с моей женщиной заканчивается в мае так и мы че подумали что мы пойдем в мае тем более если сейчас пойдешь миграционщики сами не знают что будет дальше отправляют домой так вот наверно когда в пятницу пойдем вот будет первого мая дождемся и сходим узнаем может что-то изменится будем надеяться что опять знаете трехмесячные будут а то жить по месячной визе блять неловко блять вот как он как неловко то есть ты не можешь эту игру блять это неловко в общем юрка добрался до места съемок окрыляет ну так и чё о чем я с вами обещал поговорить то про карандаши назовем это так карандаши и пальмы так и вот я вам что хочу рассказать про карандаши блять не не могу блять раньше мог теперь не могу и ждет перья карандашом знаете по-другому стал относиться или боязнь обидеть катьку появилась раньше такого не было раньше мог говорить все что угодно но вы сами знаете да что я последнее время как-то блять изменился прямо знаете сам чувствую типа что ли повзрослел может помудрел даже не знаю вот раньше у меня как было да там каких-нибудь других отношениях но чё-то выкнула выебывается да и пусть пиздует а я щё-то фыркнула выебывается да не не выебывается как неправильно себя ведет ну с моей точки зрения а я пытаюсь знаете понять что я сделал не так да то есть стал винить не партнера в себе больше ковыряться и знаете я вам что скажу ковыряйся не ковыряйся а все равно я охуенный вот еще вот такая залупень выходит а что-то делаю не так вы блять какой раз мы с вами с такой хуйней со всякой сталкиваемся сперва да все всегда хорошо пиздата а потом по итогу блять а потом по итогу юра торчок не кормил обижал бил я не понимаю почему так блять выходит вроде знаете и хочется поменяться а чё-то блять так и какое наступило понимание то давайте я вам расскажу вот раньше я как думал я же вы знаете да там с многодетной семьи сколько нас там два человека плюс собака плюс батя и вот я как бы всю жизнь как вам сказать какая вода хорошая пойдемте искупаемся там расскажу вам а то под чай вам расскажу как я воспитывался да я исполнах я из полноценной семьи мамка охуенная батя молодец то есть спасибо им за все что имею а имею я что ни хуя остров чужбина ну и в общем смотрите как я воспитывался блять смотрите чтобы он сумку не спиздил этом карточки и деньги то есть наверно вам график жизни даже вот опишу батя у меня всю жизнь просыпался в пять тридцать так как ему надо было на работу к 7 утра и батя у меня всю жизнь работал на одной работе вот сколько я помню батя всегда на одной и той же работе работал и работал зарабатывал там командировки катался ну никогда не бухал всегда там хороший батя детьми не занимался ну все батя ой как хорошо ну так и как выглядел наш день до в семье в 5 40 просыпается батя в 5 просыпается мамка в 5 она просыпается готовит ему там кашку кофеек провожает мужика на работу батя уходит на работу просыпаются у мамки дьявола ну я там и еще один ребенок она готовит нам кашку собирает нас в школу и короче нахуй а не и как ну все до собирает на школу завтракает вместе с нами провожает нас в школу ну и собирается и пиздует на работу мы с братом приходим из школы открываем холодильник там у мамки обед сделано только погреть или в микроволновку засунуть как бы родители всегда вот работали то есть приходили домой блять ну 6 7 вечера то есть мы с братом никогда родители собственно говоря и не видели они все работали зарабатывали чтобы мы лучше жили образование получали но вечером приходили родители мамка меня пиздила брат убывало ёбнет знаете там со злости с работы придет срывалась короче что там не пропылесосили еще чего-нибудь ну и вставала к плите готовила и опять всех ужином накормила посуду намыла постирала ну и сели все телевизор смотреть пока она стирала убирала мы и так все телевизор смотрели но потом все вместе сидели и телевизор смотрели так и я вот идиот я как думал до недавнего времени что это и есть знаете секрет секрет долгих отношений там любви воспитания детей так как родители у там 40 лет вместе думаю блять все идеально то есть наверно это и правильно ну так и вот так и получается что это все неправильно а правильно то то вы наверно не поняли то я имею ввиду правильно когда там мужик работает и домашние заботы его вообще не должны касаться он работает зарабатывает деньги а женщина вода как у меня мамка она работала на какой-то работе получала там небольшую зарплату какая-то мы судьи зарплата сами знаете то дай бог если там взятка прилетит то более-менее месяц нормально то есть зарабатывал всегда мамка ну наверно раза в два меньше бати и то есть да для меня это было вот всегда как вам сказать то идеал отношений редко они ругались так как малые виделись то знаете кто-то если холодильник покупать так сядут на кухне за ужином обсудят какой холодильник купят холодильник какую-то кубышка была копили вместе то знаете грубо говоря батины деньги шли на пожрать там на шмотки на житье а мамка откладывала всегда там свою мизерную зарплату так и вот я живот это все видел да там сколько ну 30 лет я волхове жил вот так живут родители блять все правильно и я как бы знаете наверно всегда раньше хотел вот таких же отношений чтобы женщина поддерживала своего мужчину чтобы мужчина наверно как сказать уважал свою женщину за то что она детей там воспитывает от него знаешь там кормит там школу ходит еще что-то ну вот это бабскую хуйню от которая раньше была в ссср а теперь то я вот смотрю на созовременность да и такого же нахуй вообще не бывает теперь как теперь вообще все по-другому теперь я говорю то у женщины завтрак просишь и думаешь не обидит ли ее это не будет ли это звучать как приказ она же тоже личности хочет поспать раньше мужики даже об этом мне кажется не задумывались а я вот сейчас начал задумываться знаете спит мой любименький человек пусть спит то есть не хочет она там на море сейчас ходить значит не хочет то есть перестал давить на близкого себе человека раньше вот всегда давил там знаете хотел вот тех отношений как у родителей и никогда ничего не получалось вы мне все писали там нет не дави на нее не дави на нее она сама разберется придумает чем заняться помните да вы такое но что-то они никто ничего так и не придумал все боялись там быть знаете смешными как на них посмотрят что скажут ну и по итогу не с тем у меня не получилось знаете построить вот идеальные отношения в моем понимании а что происходит сейчас я вам это тупо видите рассказать не могу потому что думаю что на этим счастье любит тишину раньше реально думал что знаете дело все в вас а дело-то блять вообще не все в вас дело все в современной женщине так что наши с вами женщины реально вот стали личностями а мы как настоящие мужчины должны их понимать уважать уважать холить лелеять даже если она на вас вот накричала сходите купите цветы подарить ей скажите любимая тебя люблю и поцелуйте просто и тогда наверное будет проще это вот я к чему пришел то есть стал стал к женщинам относиться как к цветку который если не будешь за которым ухаживать там поливать в теплицу не посадишь ну в тепло я имею ввиду чтобы она росла лучше тогда вообще ничего не будет и как бы я понять ты это все понял что женщинам надо вот чтобы к ним относились как цветку но у меня здесь блять второй вопрос с хуя ли так стало то я вот реально не понимаю они что стали работать больше или что или рожать больше короче вообще меня понимаете да я конечно вам sky вы сейчас скажете а подкаблучник она тебя совсем там сломала ты в кого превратился да нет она меня не сломала нам него отдала понять вот что может быть и вот так а сейчас у нас знаете какая у херня творится вы же знаете я особо никогда там хорошо не жил вот приехала там катенька да и хотела же все по-другому там найти хорошие апартаменты там с видом поближе к морю стримить почаще там эти ну что это попытаться изменить еще лучше когда я вам это нахуй не буду рассказывать короче я наверно пойду поищу цветов для катки ведь реально мужчина должен сделать и своей женщину королеву они искать других королев вот это самое правильное правильное на то что она срывается вот катка да я понимаю как бы это знаете не звучало сейчас никого не хочу обидеть приехала грубо говоря да на все готовое ну как бы там жизнь налаженная идет своим чередом и она приехала мы с ней там любой встроим а заняться ты нечем она вот и не вы находит себе место знаете блять пыжится психует а ютубчик я видите не зашел из-за этого надо вот переживает нервничать раньше чего ходила на работу получала зарплату все было понятно а здесь хуй знает чё это тоже видите понимаю блять я не блять как же вам сказать то даже блять не знаю не могу ничего сказать видите я то блять все с добром говорю никого не хочу там обидеть блять а все такие же знаете обидчивый чем слова не так скажешь ты меня не любишь или еще чего-нибудь а я это реально блять только хочу одного чтобы знаете все было хорошо знаете вот этого мозгаебства не было я да поэтому как бы не соскучился там по нервотрепкам еще что-то я хочу блять просто ровно жить делать одно со своей женщины знаете там копить вместе на холодильник грубо говоря а так у нас получается знаете есть мое дело это дело моей женщине особо не по душе но у женщины своего дела нет и я чувствую блять себя в этом виноватым потому что у нее нет блять своего дела так как я не могу ее ничем заинтересовать получается и грош цена мне как мужчине это я блять слишком к себе жесток то есть блять вот так это вам знаете не пиздел реально хожу вот это думаю что со мной не так короче пиздец хоть веганом становись ладно пойдемте за цветами хули делать не она реально не поймаю чо им надо да море есть солнце есть покушать есть там телевизор кондиционер занимайся чем хочешь ёпт по всерам блять не тяжело вот так ну ладно спасибо что выслушали это чисто так было так сказать знаете крик души вроде никого не обидел не оскорбил а вы говорится знаете хочется блять ну что не стим найти поговорить на начинаешь про это со своей женщиной разговаривать я не кухарка ну грубо говоря и не идет сейчас речи что мне там не готовят или чё-то не делают все нормально я вам говорю восприятие какое то есть раньше женщина готовит она даже не думает что вой чё это я ему готовлю она тупо блять готовит потому что она женщина мужик раньше идет на работу он блять идет на работу зарабатывать деньги потому что он мужик он должен кормить свою женщину а сейчас как-то все вообще не так работает я хуй знает сейчас работать никто не хочет а хотят все дохуя и считают что они это заслуживают понимаете блять нахуй знает короче вот такая первая врага любите своих женщин и все и все тогда будет хорошо а главное ничего от них не ждите еще мне здесь одна блять фраза сука знаете какая запомнилась блять прям вообще из головы уже неделю не выходит научись летать один так я и назову видео вот это блять это я вам не то что там женщины бежать это я вам вообще говорю научись летать вот без родителей там без друзей без женщин вот это наверное есть самодостаточность моем понимании если тебе одному хуёво то ты черт ёпту вот и все наверное так ну не черт блять то ты неудачник на него так заменим то у нас сиженных дохуя еще не так поймут никого обидеть не хотел братья да так что учитесь летать в одиночку если у вас знаете страх вот переехать что-то сделать замутить бизнес какой-то делайте это все один поверьте мудрому юрки вот юрка блять с тем бы чтобы не начинал ну вы и сами все блять знаете и видите так что вот так себе обидеть не блять а так серия да хорошо началась ну давай